Еще раз добрый день дорогие друзья и мы на бульваре Негруцы. Сейчас будем спускаться вниз в гостинице Космос. Тут я еще ни разу не снимал пешком. Вот обновленный бульвар Негруцы вашему вниманию. Послезали все деревья старые. Сначала мне казалось дико, было очень голо. Сейчас как-то привык. Все стало видно. Особо тут красотой ничего не блещет. Но кому-то эти места родные. И сердцу милы. Сейчас мы пойдем вниз по темевой стороне. Вот бульвар Негруцы. Вот эти вот знаменитые дома с елками. Там гостиница Кишинелл. Академия наук. Кому интересно и кто захочет посмотреть на Академию наук, гостиницу Кишинелл и окрестности, пишите в личку. Услуга платная. Я снимаю Кишинелл, дорогие друзья, потому что люблю Кишинелл, потому что люблю вас. И когда-то тоже жил в Болгарии 4 года и жадно искал видео и фотографии. Ну, тем более, это моя работа. Но ходить и снимать с утра до вечера. Дворы, улицы, школы, магазины. У меня нет физической и финансовой возможности. Желания у меня есть. Осталось только дело за малым. Подкрепить это желание вашей финансовой помощью. И все дело в шляпе. Мне, конечно, очень приятно снимать, очень интересно. Я ценю ваши отзывы, благодарности. Но в моих руках техника, которая требует ухода. Эту технику несет человек, который нуждается тоже в финансах. Ибо откроется вам я немного инвалид и живу на одну пенсию. И умудряюсь выделять с этой пенсии еще иногда видеопрогулки для вас. Бывает снято больше 300 роликов. Коротких, маленьких и неважно, хороши они или плохи. У нас сняты с любовью. Можно снимать лучше, качественнее и красивее. Но для этого нужна техника. Я видео почти не обрабатываю. У меня есть видеоредактор, я в нем разбираюсь. Но для этого нужен мощный компьютер. А если снимать вообще в киношном плане, то и аппарат нужен другой немного. Чтобы он снимал сырые файлы киношного образца, формата. Меня поймут видео коллеги. И это требует больших ресурсов от компьютера. Обработка видеофайлов. Чтобы было все красиво. Я и так стараюсь. Приобрел микрофоны петличные. Для комментариев. Держатели, штативы и так далее и тому подобное. В принципе, есть чем снимать. Есть чем ехать. Тот же пресловутый Гедегич, который меня как-то просили поснимать. Сними нам Гедегич. И говорю, ребята, это расходы, это техника. То есть транспорт. Это надо ехать вдвоем. На целый день. Брать два штатива, две камеры. Надо где-то в это время отдохнуть, перекусить. И продолжить съемку. Мы же не поедем просто так. Здрасте, Гедегич. Дождались следующие маршрутки. Там мэриофлобусы. И поехали обратно. Если ехать, то ехать. Чувствуем, с толком, с расстановкой. Так, что же мне делать? Рискнуть, перейти здесь дорогу. А что? Можно. Один мой товарищ старший сказал, говорит, Эдя, тот, у кого палочка, ему правила дорожного движения не писали. Он может переходить с палочкой в любом месте. Он так был уверен, так это говорил уверенно. Сто я с тех пор вот так вот и проникся этой идеей. Тебя когда-то сдавал на права. Но у меня их сейчас нет. Но... Стоило бы проверить. Так. Вот подождем, когда снизу. Или сверху. Вот снизу уже машин почти нет. Сверху много. Но я пока стою. Вы можете полюбоваться бульваром Негруцы. Обновленным. Покрытие очень хорошее. Асфальт, как и на Ленина. Ныне проспект Стефана. О! Мы с вами можем идти спокойно. В неположенном месте. Сейчас Валера Мага будет делать мне замечания. Он всегда любит делать замечания, что... Кто меня возит, как они нарушают. Интересно, мне кто-то это пропустит. Никто не пропустит. Это как шоссе у нас тут. Но если обнаглеть, прицепить катаплотики на трость, то можно и приколоться. Пойти в уплошном потоке, так помахать тростью. Вот мы пересекли успешно бульвар Негруцы. Немножко выше гостиницы Космоса. И я иду прямо по бульвару. Мне тут не мешают машины припаркованные на тротуаре. Вот это вот бич, конечно. Машины закрывают красивый вид городов. Не только Кишинева. Хочешь сделать хорошую фотку, тык. Машины мешают. Реклама. Эти билборды несчастные. Терпеть их не могу. Вот круг. Нам виден круг. Где бульвар Негруцы переходит Вправо ЖД вокзал, а налево туда, в сторону Измайловской. И вот наша любимая гостиница Космос. Кстати, здесь прикольный магазин. Да. Ладно, будем идти по дороге. Прикольный магазинчик. Я извиняюсь за ветер. Ветерочек задувает. Опять я не взял поролон на микрофоны. За магазинчиком уютно расположились столики. И можно выпить кофе, чай за пять лей. То есть четыре чашки за один евро. Это в центре города. Почти коммунизм. Почти как в Варне. В Варне, правда, натуральный кофе. Можно выпить за пять лей в центре. В уютном месте. Где нет тушевого машин. Ну, а здесь почти то же самое. Самое главное, что кустарники такие же. Я не знаю, как они называются, которые пахнут так вот. Кисленький у них такой запах. Так. Мы сворачиваем. И ладно, давайте дойдем до магазина. Покажу вам магазин с остановкой, пока камера не остановилась. А то у нее это же системник. Это не видеокамера. У него лимит 25 минут. И потом наступает перегрев. Ну, в зависимости от режимов. И он отключается. Ну, пока что смотрю, пишется. Не говорю я балалайку так на ветер. Бывает, что сидишь, комментируешь, а она не пишет. Вот магазин. Остановочка. Против солнца не будем снимать, чтобы не испортить оптику. И вот открывается она тут в гостинице «Космос». О, мы пришли. Мы на месте.